Пассивный и активный вокабулари. Это то, что я хочу поговорить с вами. О вашем пассивном словарном запасе и об активном. Давайте мы с вами немножко поговорим о вашем пассивном словарном запасе и об активном. Пассивный словарь – это те слова, которые вы узнаете в текстах, когда читаете, когда их слышите, но мы их очень часто не употребляем. Или знаете, вот этот момент, когда у вас что-то спрашивают, и вы говорите, я знаю это слово, но не могу вспомнить. То есть вы точно знаете, что вы уже 500 раз с ним сталкивались, но вы не можете это слово вспомнить, хоть убейте. Это наш пассивный запас. Но у нас же есть и активный. We have active vocabulary. These are words that you understand and that you can easily use yourself. Слова, которые вы можете использовать очень легко, которые у вас постоянно на слуху, на виду, и вы легко с ними справляетесь. Значит, для того, чтобы слова у нас с вами переходили из пассивного в активный запас, слова нужно употреблять. То есть блокнот, в который мы записали слова – это хорошо, но вот как они записаны обычно, так они у нас там и остаются. Нет, так нельзя. В день нужно брать по несколько слов. Пускай это будет немного, пускай это будет от трех до пяти. Даже если мы возьмем там с вами, да, пять слов, посчитайте себе. Пять слов за 10 дней – это 50 слов английского языка. Пять слов каждый день – это вообще, это просто, это смешная цифра. Поэтому подумайте, что эти пять слов, которые вы берете в течение дня, с этими пятью словами, вам нужно сделать, уделить им 15 минут времени. Вы их написали, вы написали напротив перевод. Затем вы, как обычно, там закрыли с одной стороны, прочитали перевод, закрыли с другой стороны, попробовали их перевести сами. Составили пять простых предложений с этими словами, такие, которые вам доступны, которые вам понятны. Написали предложения, прочитали все это вместе, закрыли их, потом подумали ситуацию, в которой вы эти слова можете употребить. Все. Это все, что вам нужно проделать с этими пятью словами. Можете начать с трех, можете начать с двух. Значит, есть еще одна такая штука. It's called the core vocabulary. The core vocabulary is the main vocabulary. Значит, у нас есть так называемый главный словарь. Вот он называется the core vocabulary. Значит, считается, что этот основной словарь состоит из семи тысяч слов. It consists of seven hundred and seven thousand, I'm sorry, words that make up the core vocabulary. Значит, если вы, считается, что если вы знаете вот эти вот слова приблизительно, то вы можете очень хорошо разговаривать и понимать других людей. Как говорят, среднестатистическая домохозяйка обходится тысячью и там пятьюстанными словами. Да, но так как мы стремимся к совершенству, то, естественно, нам нужно больше. Значит, для того, чтобы проверить вот этот the core vocabulary, есть отличный сайт Macmillan Dictionary. Словарь Macmillan. И, значит, там есть такая функция, как core vocabulary. Те слова, если вы вобьете туда любое слово, то вы можете увидеть, во-первых, что слово выделено красным. The core vocabulary is in red. Выделено красным. Если оно выделено красным, значит, это слово попадает в основной словарь из семи тысяч слов. То есть, оно очень часто употребляется. Также там у них еще система звездочек. В зависимости от того, сколько там звездочек, это там частота употребимости этого слова, употребления. Вот, то есть, вы можете проверить его вот там, вот на этом сайте. So, this is the site, the core vocabulary, and it's Macmillan Dictionary.com. Вот на этот сайт, если вы зайдете, значит, во-первых, там очень хорошая словарная статья, которая дается вам вместе с... там даются очень хорошие примеры. Там вам могут дать устойчивые выражения и идиомы. Там вам могут дать синонимы. Там также можно посмотреть американский и английский вариант. Ну, то есть, сайт вообще прекрасный. Вот, и к тому же, там можно смотреть вот этот core vocabulary. То есть, для начала, вот вы вводите, например, какое-то слово, вам это слово выдается в черном цвете. Это, например, был какой-то там биологический термин. То вы понимаете, что, в принципе, так как это слово вам сейчас не очень нужно, да, вы его себе перевели, куда-то записали. Если запомнили, отлично. Если не запомнили, то когда-нибудь к нему вернетесь. Если же оно отмечено вот таким вот красным, то желательно что-то все-таки с ним делать. Значит, есть еще один очень хороший способ по поводу словарей. Значит, один парень рассказывал, что он купил себе именно бумажный словарь. Там любой какой-нибудь Oxford Dictionary, небольшой, тоже такой карманный. И он сказал, что каждый раз, когда ему нужно было перевести какое-либо слово, и он лез за ним в словарь, рядом с этим словом он ставил галочку. Там галочку, точечку, что угодно, какую-либо пометку. И каждый раз, когда он открывал словарь, и он не помнил слово. То есть, если слово он запомнил, то все хорошо. Если это слово он не запоминает, и он снова лезет в словарь, чтобы его перевести, он каждый раз ставит возле этого слова пометку, пока он его не выучит. То есть, это тоже, это очень хорошо работает. Каждый раз один и тот же словарь. Вы будете смотреть, какие слова вы уже знаете. Если вы уже 500 раз, там, рядом уже, не знаю, 5 штук галочек, вы уже выучите это слово. Угу, окей. Продолжение следует...